Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Демина. Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями городской жизни. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Определить число и месяц по цветам. В Заречном к юбилею города появилась клумба-календарь. Главное, вот у нас большие цифры 20-13, это из вечно цветущей бегонии. Остальные бархатцы, в основном неприхотливые растения. Мы хотели, чтобы круглое лето они у нас цвели. Как привлечь людей к чтению, решали библиотекари со всей России. Главное, это то, чтобы человек в этом смысле чтение увидел, как возможность для собственного развития. Долгие и счастливые годы вместе зареченцы делятся своими секретами семейного счастья. Всегда и во всем быть вместе и все делить поровну на всех. Библиотечная столица России 2013. Такое звание в этом году присвоили Пензе. В областном центре проходит Всероссийский библиотечный конгресс. Одна из его секций работала в Заречном, на базе Центральной городской библиотеки. Что обсуждали хранители книг, знает Алина Филиппова. Современное общество – это большой глаз, говорит руководитель учебно-методического центра школы библиотечного лидерства Андрей Лисицкий. Поэтому для полноценного диалога с читателями библиотекам необходимы различные визуальные средства. А еще понимание того, что предлагаемая читателям литература, будь то серьезная проза или даже комиксы, должна не только развлекать, но и развивать. Главное – это то, чтобы человек в этом смысле чтение увидел, как возможность для собственного развития, как возможность для решения каких-то важных жизненных проблем, коллизий. Как только это происходит, все становится свои места. Массовое снижение читательской активности рискует стать едва ли не национальной проблемой, особо значимой для крупных городов. Ведь это одно из слагаемых общего культурного уровня населения. Если еще в пензе мы как-то на это закрываем глаза, то Заречный понимает, а кто будет завтра на заводе работать, кто будет работать в лабораториях, в цехах, кто инженерную мысль дальше понесет, будет ее развивать. Поэтому, естественно, что вы первые обратили серьезное внимание на проблемы продержания чтения. Активное развитие библиотечного движения в Заречном и стало главной причиной того, что самая массовая и популярная секция Всероссийского библиотечного конгресса открылась именно в нашем городе. Это дает нам уникальную возможность услышать самые, ну скажем так, передовые практики по внедрению новых форм и методов работы в библиотек по всей стране. Конечно, нам есть что самим показать, рассказать, но тем не менее я уверен, что в России есть другие яркие примеры, и мы готовы брать их на вооружение. На примере городской библиотеки Заречного, а также опыта библиотек других городов и регионов, участники конгресса поддержали теорию того, что хранилище книг должно стать для людей главным третьим местом, то есть культурным центром. Третье место после дома и работы, чтобы здесь было интересно общаться на самые разные темы, не только читать книгу. И книга была в контексте культурного отдыха. Один из главных вопросов конгресса – каким должен быть современный библиотекарь вместо привычного образа сухого книжного червя, заполняющего формуляры и выдающего книги, приходит современный человек, знающий об этом мире все и даже больше, а также знакомый с компьютерными технологиями. По словам специалистов, Зареченский библиотекарь здесь пример для остальных. Подтверждение тому – результаты опросов жителей города. «Расширился круг читаемых авторов молодежью, расширился диапазон произведений, которые они выбирают. Я думаю, что это все происходит благодаря тому, что библиотека сегодня расширяет свои границы, открывает свои двери не только днем, но и ночью». Итоги конгресса подвели на круглом столе, где еще раз обсудили все предложенные схемы и пути привлечения к чтению. Лучшие из них обязательно применят на практике. Алина Филиппова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Дворы, заставленные транспортом – одна из вечных проблем. А после того, как запретили стоянку на улице Ленина, автомобилей в близлежащих дворах стало еще больше. И занимают дефицитные парковочные места в основном посторонние машины. Ситуация типичная для всех внутриквартальных территорий. Ирина Герасимова пыталась найти свободное место в одном из дворов города. «И с нашего, да». «И с нашего, да». Автовладельцы, живущие во дворе 12-го дома на молодежном проезде, зорко бдят за каждой чужой машиной, появившейся в их дворе. Мест на стоянке около дома не хватает и самим жителям. Для двух с лишним десятков автомобилей всего 10 парковочных мест. «Просьба такая, значит, продлить, расширить эту стоянку вдоль дороги. Там практически можно еще машин на 20. Следующий, если рассматривать вариант, за нашим домом, там территория 59-го дома. Пустырь, пустует площадь, ну, пустует там, нет ничего. Можно там построить эту стоянку». Беспокоит жильцов не только нехватка мест для парковки автомобилей, но и то, что в связи с этим машины приходится оставлять на газонах. Опасаются они и того, что сложившаяся ситуация испортит хорошее отношение между соседями. «Будут скандалы. Мне достанется, ему не достанется это место. И просто-напросто будет скандал». Проблема актуальна для всего Заречного. Городские власти работают над ее решением. Из бюджета уже выделены денежные средства на строительство автомобильных парковок. Правда, в первую очередь планируют оборудовать стоянки у социально значимых объектов. А вот организацию парковок на придомовых территориях горожанам лучше брать в свои руки. «Без инициативы стороны граждан мы не сможем решить этот вопрос на придомовых территориях. Потому что организовывать парковку или что бы то ни было устанавливать детскую площадку на земельном участке, который принадлежит собственникам многоквартирного дома, можно только по решению общего собрания». По словам заместителя главы администрации Александра Мухина, взяться за организацию дворовой парковки самим жителям многоквартирных домов – самый быстрый вариант решения проблемы. В свою очередь администрация города готова оказать необходимую помощь и поддержку. Ирина Герасимова, Елена Степкина, Сергей Тюрин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня весь мир отмечает Международный день семьи. Он был учрежден в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН. Семья всегда была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Это источник любви, уважения, солидарности и привязанности – всего, без чего не может существовать человек. В «Заречном» немало достойных примеров крепких и счастливых семей. С одной из таких познакомилась Галина Захарова. В этом году у семьи Чернышевых юбилей. 15 лет вместе. Хрустальная свадьба. Хрупкое, как семейное счастье. Как пронести его через годы и не разбить? Рецепт у каждого свой. Если нет согласия и взаимопонимания любви, конечно, семья не состоится. Это взаимопонимание – основа всего. Решения мы принимаем совместно. Совместно. Теперь старший ребенок уже большой, поэтому уже и он принимает участие в решениях. Некоторые из них Богдан Чернышев принимает самостоятельно. Учиться на отлично, добиваться высоких результатов в различных областях науки и образования, получать высокую оценку своей деятельности. И надо отметить, получает. Богдан – стипендиат главы администрации города Заречного. Богдан способен сделать очень многое. Эти навыки он получил, конечно, в семье. Семья очень дружная. И вы наверняка видите в городе такую замечательную семейную пару, когда, несмотря на достаточно большой семейный такой опыт, они идут, взяв друг друга за руки. Они идут так не только по улице, по жизни, служа примером своим детям. Отец семейства Дмитрий Чернышев считает, образ семьи передается от поколения к поколению. И чтобы семья была счастливой, передавать надо только самое лучшее. В семье должны царить мир, добро, порядок, взаимопонимание, любовь, уважение. То есть, если сочетание всех этих качеств в семье есть, если муж понимает жену, жена понимает мужа, если дети понимают своих родителей, родители своих детей, то, в принципе, это, по моему мнению, залог успеха любой семьи. А еще, уверены Светлана и Дмитрий, залог успешной семьи – дети. Их у Чернышевых двое. Когда-то младший Тимофей порадовал своим появлением на свет старшего – Богдана. И хотя без ссор не обходится, для Богдана уже сейчас истинная ценность в жизни – его семья. Когда он появился, я чувствовал счастье, что я очень хотел, чтобы у меня был брат, потому что мне было очень скучно одному в семье. Самое ценное для меня в жизни – это жизнь моих родителей и брата. Тимофей радует не только родных, но и воспитателей в детском саду. Наталья Карачарова считает его любознательным, общительным и дружелюбным ребенком. Уверена, только такой и мог вырасти в этой семье. Во-первых, в семье должны быть все дружными, что это и есть как раз в этой семье ответственными. И получается, что эта семья делает все, сообщая все вместе. Поэтому у них вот такой прекрасный ребенок. И по-детски любопытный, и непосредственный. Например, охотно поделился с нами своими впечатлениями от экскурсии в одну из городских школ. Мне понравилось в школе, как у нас занятия были, как учительницу зовут. Я еще знаю, что там было в туалете. Этого нам узнать не удалось. Зато выяснили самое важное – рецепт семейного счастья Чернышевых. Всегда и во всем быть вместе и все делить поровну на всех. Возможно, кто-то сделает его своим. И тогда в мире станет на счастливую семью больше. Галина Захарова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня, в Международный день семьи, еще четыре зареченца были удостоены почетного знака за достойное воспитание детей. Постановление о награждении Галины и Валерия Владымцевых, Натальи Мещаниновой и Жанны Широковой было подписано главой администрации города 14 мая 2013 года. Это родители, чьи дети смогли добиться серьезных успехов, получить признание и самореализоваться в жизни. Подтверждение тому – победы в различных творческих конкурсах, спортивных и интеллектуальных состязаниях. После церемонии вручения мама и папа с большой буквы делились секретами воспитания достойных детей. Очень приятно получить эту награду, что оценили, что ли, мой труд родительский, наш с Валерой родительский труд. Мы отдавали детей в музыкальную школу и в спортивную. Когда они увлеклись поэзией, они ходили в поэтический кружок. То есть, ну, сопровождать их, чувствовать. Поддерживать во всем, чтобы ни проблем не было. В Заречном появился живой календарь. Точнее, календарь из живых цветов. Новая городская достопримечательность расположена около музейно-выставочного центра. Над проектом трудились не один месяц, в результате чего получился достойный подарок Заречному и его жителям к юбилею. Первой необычную клумбу увидела Алина Филиппова. Ранним утром, когда большинство зареченцев еще спит, в нашем городе происходит маленькое чудо, связанное вот с этой цветочной клумбой. Необычную клумбу календарь соорудили на арт-субботнике. Совместными усилиями, средствами и возможностями клуба стратегического развития и сотрудников музейно-выставочного центра. Последние стали инициаторами проекта. В Саранске мы увидели в парке клумбу календарь и, собственно, подумалось, а почему бы у нас в Заречном не иметь такую же клумбу. Занимаясь благоустройством музейно-выставочного центра, как-то родилась идея, что нужно вот этот уголочек подъездной стояночки как-то оформить. И вспомнилась та клумба календарь. Но воплотить идею в жизнь оказалось не так просто. Сотрудникам музея пришлось самим выступить в роли ландшафтных дизайнеров. Ведь все специалисты, к которым они обращались, попросту не знали, как именно реализовать этот проект. Пришлось снова обратиться к цветочному календарю в Саранске. Новая клумба стала совместным детищем. Кто-то сооружал короба, а кто-то планировал, как именно будут расположены цветы. Цветы у нас половина из Голландии, привезенные скуленты. А половину мы заказывали в Пензе, тоже в одной из студий. Подбирали, ну как вот, главное вот у нас большие цифры 20-13. Это из вечно цветущей бегонии. Остальные бархатцы в основном неприхотливые растения. Мы хотели, чтобы круглое лето они у нас цвели. Дату на клумбе-календаре меняют каждый день. Цветы пересаживают либо поздней ночью, либо ранним утром. Все усилиями сотрудников музея для города и горожан, которые, кстати, уже оценили новую достопримечательность. Интересные, конечно, люди идут на работу и видят, какой сегодня день. Замечательное место и музей. Здесь же баня была когда-то, а после в этой бане был первый магазин. Очень хорошо, это молодцы, нужно облагораживать свой город. Так как мы жители давнишние, нужно хорошо к нему относиться, чтобы, самое главное, сберегли его, этот клумб. Пока сама клумба полностью не готова. В скором времени она дополнится зеленым травяным фоном и новыми саженцами из Голландии. Все ландшафтные работы планируют завершить ко дню города. Алина Филипова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Танцевальный подарок к юбилею города. На протяжении четырех месяцев вы, наши телезрители, наверняка следили за проектом танца в городе, учили движение вместе с воспитанниками школы современной хореографии «Пространные танцы» и готовились к грандиозному флешмобу. Теперь же телевизионные репетиции закончились и началась активная подготовка участников массового танца. Сегодня пилотная такая репетиция. Все пространные дети флешмоб уже благополучно выучили. И сегодня они привели к нам в гости всех своих друзей, которые смотрели и болели через экран за ходом событий, учили связки, просматривая на сайте ТРК в разделе ТВ программы. Мы репетируем по вторникам и по четвергам в 15.30 на базе школы «Пространные танцы». Мы проводим массовые репетиции. Каждому будет уделено максимум внимания. И к другим новостям. Умники из школ города и технологического института побывают с экскурсией в Саратове. Счастливчиков определяли посредством творческой игры «Интеллектуальный код IQR». Участие в ней приняли 50 школьников и студентов. С правилами игры ознакомилась Галина Захарова. Использовать смартфоны и планшеты можно в разных целях. Общение, информация, работа или для игры. Командный. Такая мысль пришла в голову организаторам городской творческой игры «Интеллектуальный код IQR». По всей стране им пользуются. Я знаю, там вот, видела, что и в музеях есть, на картину вешают QR-код. То есть можно считать информацию при помощи QR-кода, и вот информация у тебя вся будет на ладошке. Мы, ребята, решили познакомиться вот с новым применением интернета, с новым применением своего телефона. Решили и познакомили. В три этапа. На первом ребята показывали мощь своего интеллекта, выполняли зашифрованные задания. На втором этапе задача усложнилась. К интеллектуальным упражнениям добавились физические. Мы, значит, должны были простоять командой, все вместе, на одной ноге. Ну, там, то есть несколько минут, там, кто дольше. Ну, конечно, это было тяжело. То есть там нельзя было ни смеяться, ни дергаться, ни двигаться руками. То есть каждый любой жест. Вот. Ну, мы простояли очень долго. Мы стойкая команда. И свою стойкость, как и другим участникам, им пришлось доказывать в финале. Например, в первом конкурсе «Крокодил», где за каждое произнесенное вслух слово – штраф, а значит, шаг назад от победы. Игроки не подводили, а вот техника давала сбой. Сфотографировать тяжело. Вот. Ну, потому что телефон не ловит. Картинку. И задание не получаешь. Поэтому немножко тормозит. Оказалось, для достижения цели это не препятствие. Первый конкурс прошел на ура. Криптограммы, зашифрованные сообщения, щелкали, как семечки. А вот со следующим заданием пришлось повозиться. Составить слоган к игре – это вам не слова расшифровать. На все про все – 10 минут. Справились. Время катится вперед, молодежь не отстает. Изучает ее, в гости. Как оказалось, не только изучает, но и соревнуется. Да так лихо, что на третьем месте оказалось сразу две команды – 216-й и 220-й школ. Второе – у 225-й. А лидером игры стала 222-я школа. Сами сыграли и остальным советуют. Я думаю, что ее можно развить не только в пределах школы, но и дальше, чтобы люди узнавали об этом. И не только узнавали, но и играли, как эти ребята. Совместили полезное с приятным. Поиграли, интеллектуальный уровень повысили. Теперь предстоит расширять кругозор. Ведь главный приз – поездка в Саратов. Галина Захарова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Проиграли 19 очков. Повторная встреча нашего союза с московским «Динамо» была не такой успешной, как домашний матч. Игра не задалась с самого начала. С первых минут матча москвичи вырвались вперед. На своей площадке команда «Динамо» смотрелась куда увереннее. Частые подборы – перехваты. «Заречницы» же наоборот. Часто теряли мяч и не попадали в кольцо. Своё преимущество команда «Динамо» сохранила до конца игры. Конечный итог – 81-62. К сожалению, не в нашу пользу. Теперь «Союз» будет бороться за 11-е место с планетой «Университет» из Ухты. Первая игра состоится дома. Встреча для «Союза» обещает быть напряженной. Дважды в этом сезоне зареченцы проиграли спортсменам из Ухты. Посмотрим, как сложится этот матч. Итак, 22 мая во Дворце спорта болеем за наших. Это были все новости на сегодня. Далее вас ожидает блок полезной информации. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудование для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Выбери меня, выбери меня Бытовая техника с завтрашнего дня Мир мечты, вьюсты ты Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительный комбинат» строит и продает одно- и двухкомнатные квартиры в четырехэтажном доме по улице Торговая на 132-м квартале Стоимость одного квадратного метра 37 тысяч рублей Справки по телефону 61-40-14 Быть ли в Заречном храму зависит от каждого из нас Поддержите доброе начинание Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет Построим храм всем миром! Компания «Ремстрой» Компания «Ремстрой» — это уже 200 тысяч установленных облах Натяжные потолки — это модно, стильно и практично Кондиционеры компании «Ремстрой» Приятная прохлада в летний жаркий день Идеальная защита от солнца Вертикальные и горизонтальные жалюзи Компания «Ремстрой» Телефон 232-232 Компания «Ремстрой» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, я не из Заречного, я родом из Пензенской области, но считаю своим самым любимым городом – это город Заречный. Игорь Александрович Ермаков, подполковник, начальник отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному, окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, отмечен знаком за воинские заслуги, награжден двумя медалями. Приехал в наш город я в 2007 году. Я прибыл для прохождения дальнейшей службы в наш город. И вот уже шестой год как руковожу военным комиссариатом города Заречного. Помню свои впечатления о городе. Я не хотел ехать, не хотел приезжать сюда служить, потому что Пенза считал, что это областной центр, это все самое интересное находится в городе. Но буквально через полгода мне предложили обратно на высшедающую должность в город Пензу. Я отказался категорически. Я полюбил Заречный вот за эти полгода так, что он стал для меня настоящим родным городом. Полюбил его за красоту, полюбил за отношение людей к своему городу, за то, что люди, зареченцы, относятся к своему городу по-настоящему. И город отвечает людям. Любимый уголок в городе, мне очень нравится, Ахунская. Вот это Ахунская улица, можно попродить, походить в замечательный лес. Зимой с семьей очень люблю кататься на нашей на лыжной трассе. То есть еженедельно мы там. Замечательное место, хорошее. Я свое будущее однозначно связываю только с Заречным. Пытаюсь сюда переманить жену на работу и стать жителем города. Желаю всем жителям города веселого, праздничного настроения, здоровья, счастья, удачи во всех добрых делах. Пусть новые свершения продолжат интересную и яркую жизнь нашего любимого города. Редактор субтитров А.Семкин В Заречном я родился, вырос. Правда, некоторое время жил за пределами города. Но, наверное, всегда рано или поздно каждый Зареченец возвращается в свой город. Вот так и я вернулся. И вот уже 20 лет живу здесь. Андрей Кучишкин – директор и актер Театра юного зрителя. Это мой дом, это моя судьба, это моя маленькая вселенная, моя радость. Здесь моя мама, моя семья, мой сын, моя работа. Это моя любовь. Наталья Кучишкина – актриса Театра юного зрителя, руководитель театральной студии «Орликин». С самодеятельным театром я был связан еще с детства. И когда я организовал театр, конечно, я не мог не откликнуться на зов Виктора Николаевича Воярова и не приехать сюда. Мне кажется, человек, если он захочет самореализоваться, он реализуется будь то в маленьком городе, будь то в большом. Главное, чтобы было желание, а возможности есть всегда. За что вы любите своего? За то, что он такой небольшой, уютный, чистый, тихий, безопасный. За то, что это мой город. Я люблю Лермонтовский парк. Мы там гуляли, когда были совсем-совсем юные. Мы там гуляли, когда у нас была свадьба. Я вожу туда на занятия ребят, потому что там есть какая-то аура, где можно черпать вдохновение. Я бы хотел пожелать городу в год его юбилея, чтобы он, несмотря на то, что с каждым годом эти цифры становятся больше, в этом году 55, потом 56, 60, 70, 100, чтобы он всегда оставался таким же молодым, таким же гостеприимным, таким же чистым, светлым. И чтобы горожане гордились своим городом и хотели жить здесь, хотели здесь рожать, растить своих детей. Я бы пожелала красоты, но красота у нашего города есть. Я бы пожелала молодости, есть и молодость, развитие. Вот, чтобы не останавливаться на этой вот дате, она для человека, может быть, становится какой-то вехой. Для города это всего лишь маленькая-маленькая ступенчика. Вот пусть наш город развивается, развивается в лучшую сторону. Пусть молодежь остается здесь, отдает свои силы, свой талант этому городу. На экране мы кажемся строгими и официальными. На самом деле мы обычные зареченцы, такие же, как и вы, наши телезрители. Мы живем с вами в одном городе. Мы живем в таких же домах, и у нас такие же житейские неурядицы и такие же радости. Мы родились и выросли в Заречном. Здесь живут наши семьи, здесь появились на свет наши дети. Мы любим наш город, мы хотим, чтобы здесь жили счастливые люди, а город был спокойным и благополучным. Мы смотрим на жизнь города глазами обычного горожанина. Рассказывая обо всем, что происходит в Заречном, мы говорим о нашей с вами общей жизни, о том, что близко каждому из нас. Это наши новости. Да, хорошо, я записала, мы обязательно приедем. Повторите адрес, пожалуйста. Мы рядом, мы вместе, мы одни из вас. Встречаемся на ЗАТВ и хороших нам всем новостей. Привет, сынуль, как дела в школе?